Всем привет! Сегодня я расскажу вам о четырех нереально дорогих пакетах, выпущенном французским брендом Balenciaga, основанном в 1914 году. На данный момент это интересно, потому что бренд находится у всех на слуху и выпускает достаточно интересные модели кроссовок, одежды. Недавно вот они даже сменили свой логотип, что привлекает к ним все больше и больше внимания. Сейчас я вам расскажу о четырех пакетах, которые они дропнули за последний год. Первой стала сумка, которую они показали на подиуме, ее как раз-таки заметили все критики, она им очень понравилась, потому что напоминала эту большую, знаете, такая в 90-х была огромная клетчатая сумка. Так вот, Balenciaga решили сделать на нее пародию, выпустив свою версию, только уже кожаной сумки. Кстати, приобрести ее можно было в двух вариантах, из телячьей кожи и из змеиной кожи. Версия из телячьей кожи стоила 2000 долларов, а версия из змеиной кожи – 10000 долларов. Я думаю то, что это нереальные цены вообще для сумки, которую вы должны складывать в покупки, но бренд Balenciaga решил начать изготавливать свои сумки для покупок именно с такой версии. Спустя около года они запустили всю шумиху с Икеей. Как раз они скопировали ее сумку, которая называется «Фракта». Ее можно было купить в магазине Икеа за 99 центов. Обычная синяя сумка, ничего в ней особенного. Так все равно Balenciaga смогли обратить на нее внимание и сделать свою, такую же модель. Но эта модель уже стоила 2145 долларов, что отличается на 2144 доллара сумкой от Икеа. Как раз после этого можно было заметить всплеск масок, футболок, ремней из сумок Икеа. Все начали, просто произошел бум в интернете, все начали изготавливать из сумок Икеа какую-то свою одежду или что-то подобное. Вообще было очень интересно на это посмотреть. Большой движ, но который сейчас спал. Спустя еще пару месяцев решили продолжить троллинг всего мира моды и выпустили еще одну кожаную сумку из телячьей кожи в белой расцветке за 1100 долларов. Это обычный квадратный белый пакет, который можно взять в любом магазине, но они сделали его в кожаном варианте. Что отличало их от прошлых сумок, это во-первых габариты, во-вторых наличие кожаных ручек. Четвертым пакетом, про который я вам расскажу, это стал черный пакет, похож на предыдущий, только это был немного плагиат у самих себя. Каждую покупку они упаковывают в бесплатный бумажный пакет черного цвета с их брендированием. Так вот, они решили зачем далеко ходить и выпустили пародию на самих себя. Стоимость этого пакета составляла 1830 долларов. Что вы думаете, вообще возможно ли купить такую дорогую сумку для покупок и складывать на нее вещи, которые будут гораздо дешевле, чем сама сумка? Если вам нравится данное видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok